Танки, беспилотники и медкомплекты. Чем может похвастаться отечественный военпром? А где еще нужно подтянуться? Тема дня на Абус в Лесновском полигоне под Барановичами. Рабочая поездка Александра Лукашенко в Брестскую область как нельзя лучше отражает актуальность темы безопасности. Когда вокруг неспокойно, да еще информационные пули не перестают свистеть, в своих силах нужно быть уверенными. Сегодня главе государства показали образцы белорусской военной техники на экспозиции и тренировочном поле. Многое звучало не для прессы, но важные моменты журналистам узнать все же удалось. Наш политический обозреватель Алена Сырова расскажет о стратегическом. Признаться, поездку главы государства на военный полигон журналисты ждали. Повестка обязывает. Хотя понятно, что вопросы безопасности на постоянном контроле и в графике, пусть и не публичном. Президента нашей страны. Но согласитесь, мы с вами привыкли к тому, что Александр Лукашенко всегда говорит о том, что важно в конкретный период времени для белорусского народа. И делает это в полях, какими бы они ни были. Сегодня локация такая. Потому у трапа пару замечаний о насущном и увиденном сверху в контексте данных поручений по завершению уборочной кампании. А после уже проверка других данных год назад. Любой образец сейчас берем, на фронт он воюет. Заказ организованного производства, производим и он воюет. И не дай бог мне потом доложишь, что ты показухой занимался, это беда. Товарищ специалист, никак нет. Показать надо, но показать, как оно завтра на фронте будет воевать. Вашему вниманию абсолютный мастхеф сегодняшнего дня для силовиков любой страны мира. Беспилотники для сбора информации о любом объекте на земле. Мы научились их производить. Вот белорусские образцы, но это тот случай, когда рациональнее закупать со стороны. Кто производит? Китай. Это китайское производство. А нам не надо такой? Он нужен. Он нужен. Он будет дешевле, мы просто потеряем время и средства на организацию такое производство. Поэтому мы немножко заняли другие ниши. Их ниш очень много. Но это востребовано в войсках. Это практическая дальность применения до 5 километров. Но это вот командир, мы их освоили. Ну понятно, он видит с воздуха, где сосредоточены, какие против тебя силы. На марше, в районе расположения, при применении огневых средств тактической дальности, это сейчас показала незаменимая штука. А вот то, что оправдано, и прижилось. Буслы зорко следят за происходящим на белорусской земле, в том числе под их белыми крыльями. Есть и невиданные до птицы беспилотный вертолет с говорящим названием «Хантер-Охотник». Наша разработка, аналогов которой в своем классе в мире единицы. Ну а в мире что, не применяются такие вертолеты? Нет, нет. Есть только у американцев тонна 100 Нортроп-Грумман по лобной посадке. Но они даже не поставляют своим союзникам. То есть для них это большой секрет. Где мы можем его более эффективно использовать? Ну он предназначен для уничтожения живой силы противника, бронированной техники, легкобронированной и для уничтожения малых скоростных, малых летательных аппаратов и малых скоростных летательных целей. Ну перспектива есть? Есть, есть. Это нагрузка, он 200 килограмм на себя берет. Меня не нагрузка волнует, меня беспокоит, насколько он неуязвим будет в бою. Но идеально же выглядит и выполняет функционал обычного вертолета, уничтожает цели. Однако экипаж находится за десятки километров и летчики не подвергаются риску. Выбор между гибелью машины и человека очевиден, сколько бы она ни стоила. Потому так популярны нынче дроны Камикадзе. Он малой заметности, полностью композитный. Все тоже от аэродинамики до программного обеспечения, математики. Все полностью нашей разработки и производства. Машина в 2017 году вышла в серийное производство. Есть много уже контрактов на экспорт идем. И у нас на сегодня мы вышли на объем производства 200 машин в месяц. Из представленных моделей разработок часть уже обкатана. Но не военными, а иными ведомствами, которым тоже важна оперативность и полнота информации. Тот же МЧС. Поиск людей, оценка масштаба пожаров. Но, к сожалению, не все разработки соответствуют запросам. А что они говорят на сегодняшний момент? Пока не готов. Не готов? Не готов. Не готов. Для него надо тысячу метров взлетно-посадочная полоса. У нас таких полос, честно говоря, нет. На наших аэродромах МЧС, которые есть. Ну ладно, у вас нет аэродрома, так в Беларуси хватает их. Что еще плохо? Здесь есть вопросы по его эксплуатации. В части изменены по техническим заданиям двигатель. Это двигатель, который производится. Что, что? Двигатель улучшенный по сравнению с техническим заданием. По техническим заданиям... Мы должны были в 2012 году сдать. Его переработали. Изменили полностью техническое задание сами инициативно. Мы как бы не... МЧС не выступало как бы заказчикам в этом изменении. Но последующее вот это было изменено. Тот двигатель, который испытывался, он не подошел. Он перегрелся. И, честно говоря, его, ну, будем говорить так, списали. Сейчас сделали новый двигатель. Наши специалисты, которые работали по возможности его контроля, он до сих пор не введен в эксплуатацию. И, честно говоря, под большим сомнением. Еще один вывод из боевых действий в соседнем государстве. Не всегда умная, новая, эффектная внешняя техника так хороша. На поле боя надежнее себя показывают проверенные годами машины. Речь прежде всего о танках. Легендарные Т-72. Понятные, простые и надежные. А если их еще и обновить изнутри. С точки зрения современной войны нам нужны более современные танки. Или этот танк обеспечит нам? По защищенности, конечно, мы сядем в этот танк с удовольствием. Большим-большим удовольствием экипажем, конечно, сядем в этот танк. Ну, лучше, война нам не нужна. Лучше не садиться. Но ко всему должны быть готовы. То есть нам свои танки надо привести в порядок. Вот до такой серии вообще будет. И нормально. Глава государства часто говорит о том, что с началом СВО Беларусь пересмотрела свои подходы к оснащению армии. То, что раньше казалось важным и необходимым, сегодня излишество, которое в случае, если, окажется бесполезным. А то, на что, казалось бы, не стоит обращать особого внимания, чуть ли не первостепенно. Потому не случайно. Сегодня рядом с вооружениями медицинские комплекты. На поле боя у бойца должно быть все, чтобы спасти жизнь себе и товарищу. Обновленные версии индивидуальных наборов для белорусов учли и опыт НАТО, и соседей. Но 80% наполнение отечественного производства. Образцы для сравнения демонстрирует министр здравоохранения. К слову, в прошлом – военный хирург. Не мне тебе, военному человеку, объяснять, что, ребята, не дай бог случится, из-за этого погибнет человек. Офицеры, солдаты гибнуть будут. Поэтому упрощаться нельзя. В противном случае мы спасем людей, а длина главная человек в бою. Тогда и ни танки тебе, ни грозы эти, ни беспилотники не помогут. Поэтому все должно быть по-настоящему не хуже, чем у врага. Должно быть лучше. От теории к практике в течение 40 минут на полигоне все то, что показывали на выставке в течение почти двух часов, выполняло задачи и отрабатывало вымышленные цели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К слову, этому действу предшествовал такой любопытный разговор у одного из комплексов противодействия беспилотникам. Они сегодня тоже были в экспозиции, и не только. Эта машина может... Все. Все может. К нулю свести все усилили. Так точно. Это наша гордость. Представляет абсолютно все, что есть на поле боя, абсолютно все подавлять. Вот они сейчас будут демонстрировать свои беспилотники. Ты можешь эту демонстрацию свести к нулю здесь. Но мы не будем этого делать. Нет, я говорю, если надо, они будут действовать. Если необходимо, да. Если необходимо, да. И несмотря на то, что многие характеристики и возможности применения обсуждали без лишних ушей, даже из того, что публично можно сделать выводы. Впечатлениями от увиденного Александр Лукашенко поделился. У меня такие впечатления, наверное, как и у вас. А если в общем говорить, то, наверное, мы больше защищены, нежели сегодня уровень наш, который мы достигли для нанесения удара. Это соответствующие беспилотники не ракетного типа. Это более простые, которые нужны сегодня солдату в бою. Ну, это одна тема. А вторая тема – защита. Здесь мы, конечно, лидеры в мире. И это не менее важно, чем иметь вот такие беспилотники, которые могут наносить удары по определенным целям. И десяток вот таких зеленых машин могут полностью закрыть южную границу нашей страны с Украиной от беспилотников. В продолжении темы безопасности и поддержания оборонспособности вопрос о смене тактики. Как показывают боевые действия сейчас в Украине, наиболее эффективными не всегда является самое новое и дорогое оружие. А лучше именно то, которое приспособлено к условиям, местности и уровню компетенции личного состава. Что лежит в основе белорусского подхода к оснащению войск сегодня? Мы четвертый или пятый раз, вы знаете, подходим к модернизации нашей армии. В том числе и вооружение этой армии. Ну, прежде всего. Мы как раз обсуждали пути модернизации наших вооруженных сил. И там были заоблачные планы. Я признаю это. Военные выкатили там план этот до 30-го года на миллиарды долларов. Когда началась специальная военная операция в Украине, а я это не скрывал, я везде говорю, что уроки, уроки, уроки. Мы должны видеть, делать соответствующие выводы. Сегодня мы поняли, что никакой победы в нашей лесисто-болотистой местности, как военные говорят, север Украины до Киева, да и сейчас, он примерно как в Беларуси. У нас немножко сложнее даже. Вот без ноги солдата и вот этой БТР, танков, бронетехники и прочей, победы никакой не будет. Да и защищаться эта техника годится. Более того, сами военнослужащие говорят о том, Т-72. То есть ребята хотят, чтобы было просто и надежно. А всякие навороты, они хороши, но до поры до времени. Поэтому Т-72 проверенный танк, модернизированный. Вот этот танк, он единственный, модернизированный до такого уровня, что он не уступает самым современным танкам. Там и оптика установлена, современная и прочее, белорусская. Поэтому это наш путь, мы и начали модернизацию этих танков. Сейчас будем ускоряться и усиливать эту модернизацию. И что называется о наболевшем? Тайная мобилизация. Кажется, уже говорено-переговорено. Не веришь, пойди да проверь. Но запрос и ныне там. Что до сборов и проверки боеготовности людей, которые ценят свою жизнь и любят свой дом, убеждать в необходимости обладать навыками его защищать не надо. Криат Дмитрий, Беларусь сегодня. Александр Георгиевич, в последнее время генштаб украинской армии просто, наверное, истерит по поводу того, что в Беларуси под видом армейских сборов якобы проводится тайная мобилизация. Цель ни много ни мало – открытие второго фронта и атака непосредственно на Киев. Ну, дичь, наверное, какая-то полная и безумие. Как бы вы на это ответили? Ну, что мне очередной раз оправдываться, что никакой мобилизации нет? Ну, пооправдываюсь я. Вы услышите, доведете до них. Но будет этот эффект или нет? Думаю, нет. Пусть приведут хоть один пример. Когда мы пригласили человека в военкомат, дали ему, грубо говоря, ружье и отправили в часть. Пусть приведут хоть один пример. Поставлена военная задача. Через военкоматы отработать первое – систему оповещения. Не всегда повесткой по старинке можно пригласить человека. Дальше. Нашли его. Пригласили в военкомат. Уточнили. Посмотрели на него. Годится, не годится. Вот какая у нас мобилизация. Позвали, посмотрели, измерили параметры. Грубо говоря, иди работай. Так? Так точно. Какая здесь мобилизация? Поэтому не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. Генерал Хренин правильно и точно сказал. Если вы не хотите с нами воевать, значит, мы не будем. Войны не будет. Полезут – ну вот мы тренируемся. Очень обеспокоена сегодня Европа прежде всего. Я это знаю точно. Чтобы, не дай бог, не началась Третья мировая война. Она начнется, если только, не дай бог, будет применено ядерное оружие. Хотя это тоже не факт. Оружие – оружие и рознь. Но, не дай бог, конечно, это будет совершенно иная картинка. Вообще, из личных ощущений, все пережитое за последние три года белорусами показало, как важно говорить, как есть. Возможно, в этом понимании и есть сила белорусского государства. И, определенно, это отличительная черта белорусского президента. Его часто критикуют за излишнюю открытость и прямоту высказываний, даже тогда, когда можно было бы схитрить и сгладить. Но, как известно, сила в правде. Даже когда просят прокомментировать информационный вброс. Ведь это не что иное, как проверка реакции. Что ж, она такая однозначная. СБУ вчера устроила просто цирк, объявила вас в розыск. Меня? Да. Еще не в курсе. Кто меня объявляет? Я здесь. Если надо СБУ, пусть приедут сюда. Должен приоткрыть секреты. Это же СБУ два дня назад попросило о встрече наших специалистов. Я говорю, хорошо, давайте встречаться. Какие вопросы? Поэтому все можно ляпать языком. Но жизнь иногда развивается вне публичной плоскости. Я даже не знаю, что тут можно сказать. Вопросы идут очень активно, но официально они нигде ничего не подтвердят. Ну, а кто тебя официально подтвердит? Ну, надо сначала бросить, ты знаешь, посмотреть реакцию. Я вам сказал, реакция моя первоначальная такая. К слову о доверии и инсайдах. Когда глава государства уехал, журналисты расположились в импровизированном пресс-центре в военной палатке прямо у полигона. Прозвучали характерные взрывы и выстрелы. Как оказалось, после это военные продолжили отработку отдельных элементов. Но никто из присутствующих даже не шелохнулся. И это все, что нужно знать о текущем положении дел и настрое белорусов. Алена Сырова, Виктория Ходосок и Дмитрий Травин. Телекомпания СТВ. Брестская область. Белорусам не нужна война. Это еще один важный и довольно объемный по своему смыслу тезис, который озвучил сегодня президент во время общения с журналистами. Ведь с нашим народом и Белоруссией однозначно ассоциируются такие понятия, как мир, стабильность и процветание. Можно ли это считать частью национальной идеи? Александр Лукашенко ответил доступно. Национальная идея – это то, краткое, компактное, что тебя должно захватить сразу. Вот глянул, рот раскрыл и дышать не можешь. Я, может, я ошибаюсь, это моя точка зрения, но я пока такой идеи не вижу. Эту идеологию нельзя придумать. Она должна вызреть. Мы должны созреть для этой глобальной, это на большую-большую перспективу для детей и внуков идеи. Мы ее не выкристаллизовали, если можно так сказать, эту национальную идею. Я за этим очень внимательно наблюдаю, я пока не вижу. Поэтому, ну, хотелось бы, чтобы побыстрее, но здесь время не подстегнешь, не подгонишь. Сейчас, как никогда, много попыток подогнать свою правду под свои же стандарты. Так в развитии темы вчерашнего совещания, по итогам которого ожидаемо раскрутили очередной клубок фейков, якобы президент Беларуси чуть ли не лично будет выбирать залегатов в НС и принимать все решения. Уже не единожды говорили о перераспределении полномочий и персональной ответственности каждого. При этом речи о децентрализации нет. Весь вопрос будет основан исключительно на обновленной конституции, за которую, к слову, проголосовало большинство беларусов. Это обычное вранье и трипология. Всех будет назначать. У президента Лукашенко достаточно, около тысячи человек, которых он согласовывает и назначает. Формирует и правительство, и прочее, прочее. Вы это знаете и видите постоянно. В НС это выборный орган. Все будет идти от народа. И нет такой необходимости Лукашенко там всех назначать. Врагам народа там делать нечего. Люди со своей точкой зрения, пожалуйста, по определенным правилам, которые для всех будут установлены, если им будет оказано доверие на выборах, они туда попадут. Что касается централизации, никакой децентрализации нет и быть не может. Потому что в НС, она уже практикой отработана форма. В НС будет только стратегией заниматься и контролем за исполнением этой стратегической задачи. Поэтому, как был президент главой государства, он и останется. Это уже, кроме Лукашенко, будут на твоей памяти уже будут другие. У них будет власть сосредоточена. У правительства, экономика там и так далее, судебная власть. Даже мы демократизируемся в том плане, что суды Верховные и Конституционные суды, Центральная избирательная комиссия, они из-под президента выведены во всенародное собрание. Чтобы не было никаких там намеков, что там, ну допустим, ЦИК посчитал не так. Или же судья от кого-то исполнительной, там власти зависимой и прочее. Все будет демократичнее, чем когда-нибудь. Запомните, демократичнее, чем когда-нибудь. В продолжение темы демократии только с поправкой европейской и мнимой в ЕС люди массово выходят на забастовки с абсолютно человеческими требованиями. Повысить зарплаты и в целом уровень жизни, заморозить тарифы на электричество. Тем временем, польские власти активно занимаются укреплением армии, закупая различные вооружения. Но при этом делают вид, что внутренних проблем у них как будто и нет. Очевидно, на Европу обрушилась череда бед, и это уже пора признать. А еще и тот факт, что самый разумный выход из сложившейся ситуации повернуть взгляд на восток, Беларусь и Россию. Такая у них демократия, нам такая демократия не нужна. И вот вчера при обсуждении ряда законов ключевых, которые касаются власти, перераспределения, наделения властью, я категорически предупредил разработчиков и все, кто там были. И верхушка нашей страны. Делайте только для себя. Но это не новый тезис, я и до выбора об этом говорил. Свое, свое, только для себя. Не смотрите на то, что будут нам подкидывать какую-то демократию, рыночную экономику и прочее. Я это давно уже понял и почувствовал. Поэтому надо делать только для себя. Ну какой рынок? Они даже начали регулировать цены на энергоносители чужих государств. В данном случае Российской Федерации. Ну какой же рынок? Рынок же должен регулировать. Ничего подобного. Саудиты там не так поступили с нефтью. Вы посмотрите, какой накат. Я это спрогнозировал еще раньше, что скоро вы увидите, что американцы санкции против них начнут вводить. Уже близко к этому. Вот вам рыночная экономика. Ну а демократия. Уже россияне. Спасибо, что они уже не нас критикуют, а французы. Вот если бы там в Минске демократизировали дубинками. Это катастрофа. Авторитаризм – это диктатура. А во Франции можно. Вот и вся демократия. Поэтому надо жить своим умом. Надо делать то, что выгодно нам.